...контроли микрохирургических вмешательств. Лицо – это самая красивая часть организма. Лицо – это первое, с чем мы встречаемся и на что мы первое обращаем внимание при встрече друг с другом. И любые визуальные изменения челюстно-лицевой области снижают качество жизни каждого из нас и любого нашего пациента. Пациенты с аномалиями развития, после травм челюстно-лицевой области, после каких-то оперативных вмешательств, с наличием дефектов лица нуждаются в проведении микрохирургического лечения. Важное значение имеет не только закрытие дефекта при этом, но и восстановление утраченной функции жевания. Итак, алгоритм введения таких пациентов проходит по двум параллельным, очень важным сценариям. Итак, специалисты хирургического профиля выполняют трехмерное планирование и изготовление стереолитографических и накусных шаблонов с учетом последующей дентальной имплантации и протезирования пациента. Выбирают оптимальный лоскут для закрытия дефекта. Дальше восстановление контрфорсов, антомических контуров альвеолярного отростка, челюстей при помощи свободных и на сосудистой ножке костных трансплантантов, при моделировании височно-нижечелюстных суставов при устранении субтотальных дефектов нижней челюсти и дентальной имплантации и протезирования. При этом параллельно выполняется комплекс поэтапных лучевых исследований, которому необходимо уделить особое внимание в нашем докладе. И все перечисленные этапы являются уникальными и важными для жизни каждого пациента. Итак, на первом этапе выполняется предоперационный комплекс исследований. Компьютерная томография преимущественно для оценки состояния костной структуры, плотности костной ткани, границ костной ткани. Также, безусловно, это оценка и мягких тканей. Компьютерная томография обязательно должна выполняться с контрастным усилением в том числе и также для оценки мягких тканей. Отдельно нужно выполнить компьютерную томографию для оценки сосудов. То есть это отдельная оценка исследований. Следующее – МРТ и МРТ с контрастным усилением. Опять же, комплексная оценка мягких тканей. Ультразвуковое исследование – оценка мягких тканей и оценка кровотока. Этот весь комплекс исследований необходимо выполнить на первом этапе предоперационного планирования. Также к первому этапу относятся отдельные исследования зоны донора трансплантата. Также будет относиться компьютерная томография, компьютерная ангиография, МРТ с контрастным усилением зоны интереса и ультразвуковое исследование. Оцениваем размеры зоны донора, контуры костных структур, характер костных структур, мягкие ткани, питающие сосуды, кровоток, анатомию и так далее. Вариантную анатомию, что очень важно. В реконструкции челюстей основное место занимает свойство лоскута. С наличием определенного количества объема и качества кости, которые позволяют воссоздать анатомическую целостность твердых тканей и в дальнейшем возможность применить ее для дентального протезирования. Аутотрансплантат или микрососудистый лоскут представляет собой фрагмент мягкой ткани необходимого объема для закрытия дефекта с сохраненной частью сосудистого русла, которое будет формировать питающие сосуды, а также костным остовом, это фрагмент костной ткани, который примет участие в реконструкции черепа. В организме человека на самом деле более 400 зон, которые могут являться зонами-донорами. На эту тему написан очень такой всеохватывающий, всеобъемлющий труд наших иностранных коллег. Я продемонстрировала обложку этого издания на экране. В этом труде описаны основные микрососудистые лоскуты, обозначена их классическая и вариантная анатомия, особенности оперативного вмешательства. К наиболее популярным лоскутам для закрытия дефекта челюстно-лицевой области относят малоберцовый лоскут, лоскут гребня подвздошной кости, лопаточный лоскут и лучевой лоскут. Малоберцовый лоскут. Этот лоскут подходит для закрытия тотальных и субтотальных дефектов нижней челюсти. Малоберцовая кость обладает большими опорными свойствами, имея в наличии достаточно большое количество костного компонента и кортикального компонента, легко поддается моделированию для воссоздания анатомических контуров и обладает достаточно удобным доступом. Главная сосудистая ножка этого лоскута – это малоберцовая артерия. Ее анатомия сформирована так, что она питает и прилежащие мышечные структуры, отдаёт несколько ветвей к надкостнице и кости, а также имеет многочисленные кожные перфорантные сосуды. Однако у этого лоскута есть особенность, как и у каждого лоскута, и о ней нельзя забывать. Особенностью лоскута может быть вариантная анатомия малоберцовой артерии, которая в очень редких случаях, но тем не менее не встречается, может быть доминантной артерией стопы. И таким образом, для избежания ишемических изменений стопы, для оценки донорского сосудистого русла, обязательно выполнение предоперационной ангиографии, или компьютерной ангиографии, или ультразвукового исследования. В издании, о котором я говорила выше, указано, что необходимо выполнять СМРТ, но это ошибочное мнение, потому что магнит резонансной атомографии не обладает нужными качествами. Итак, для оценки сосудов. Ультразвуковое исследование позволяет оценить скорость кровотока и диаметр сосуда на протяжении, однако не позволяет провести оценку объемного представления отхождения ветвей. Компьютерная атомография дает объемное представление кровоснабжения листального отдела конечности, а магнитно-резонансная атомография не обладает необходимыми качествами, и необходимо применить специализированные катушки. Это технически сложное выполнение исследований, и данные в итоге могут быть недостоверны. Лоскут гребня подвздошной кости. Подходы для реконструкции небольших дефектов нижней челюсти. Питающим сосудом является глубокая артерия, огивающая подвздошную кость. Имеет вариантное анатомическое строение, поэтому оценка хода очень важна. Нами определена техника выполнения компьютерно-томографического сканирования для оценки малоберцового лоскута и лоскута гребня подвздошной кости. Визуализация сосудов выполняется на всем протяжении вплоть до стопы. Область сканирования необходимо выбирать от диафрагмы до дистального отдела стоп. Фаза контрастирования. Это артериальная и венозная, и между ними, между фазами задержка происходит 30 секунд. Триггер ставим выше области сканирования. Плотность на триггере 130 единиц хаунсфилда. Концентрация контрастного препарата должна быть выше среднего, то есть он должен быть концентрированный. И скорость введения контрастного препарата должна быть достаточно динамичная. Лопаточный лоскут подходит для тотальных и субтотальных дефектов челюстей. Костная архитектура лопатки позволяет успешно использовать ее для реконструкции твердого нюба. Основной сосуд этого лоскута – это артерия, огибающая лопатку, которая делится в дальнейшем на две ветви – глубокая и поверхностная. Существует всего несколько научных публикаций, описывающих параметры работы с данным лоскутом. И выполнение исследования для оценки артерии, огибающей лопатку, требует определенного навыка. То есть доступ к этому лоскуту не простой, но тем не менее он доступный. Но оценить и выполнить предоперационный контроль, предоперационное планирование весьма затруднительно. Лучевой лоскут подходит для реконструкции субтотальных дефектов и стенок ротовой полости. Особенности лоскута в том, что сосуды имеют достаточно большой диаметр, это примерно 2-3 мм, сопровождаются венами, как и предыдущие лоскуты. У лоскута есть длинная сосудистая ножка и множество вариантов перфузии лоскута. Требуется оценка обязательно вариантной анатомии, так как в некоторых случаях кровоснабжение большого и указательного пальца в кисти может обеспечиваться только за счет лучевой артерии. Опять же, во избежание возможностей ишемических нарушений необходимо обязательно предоперационное планирование и сканирование. Сканирование выполняется особым образом с вытянутыми вверх руками. Это информация, которая касалась первого этапа предоперационного планирования, а теперь постоперационный контроль, второй этап через 2-3 недели после выполненной операции. Оценивается положение трансплантата как костного, так и мягкотканного. Оцениваем структуру тканей, оцениваем питающий сосуд. Мягкие ткани будут деформированы, увеличены в объеме, будут отмечаться признаки отека, что является достаточно частой визуальной картиной и является допустимой картиной для данного периода. Эту особенность нужно помнить и не пугаться ее. Также в этот же период, как и в любой последующий период, очень важно обратить внимание на структуру ткани и возможно выявление такого осложнения, как нарушение питания ткани с формированием зоны некроза. Характеристиками будет наличие гиперинтенсивной зоны после введения контрастного препарата при магниторезонансной томографии, то есть отсутствие ее питания и может быть гиперинтенсивный сигнал на стироимпульсной последовательности и т2-импульсной последовательности в зоне непосредственного интереса. Также на втором этапе будет отмечаться значимая деформация, постоперационная деформация челюстно-лицевой области. В данном случае на трехмерных реконструкциях демонстрируется внешний вид пациента с деформацией мягких тканей нижней зоны лица, трехмерная модель черепа, среднее изображение с наличием реконструкции нижней челюсти малоберцовой костью. Проводим оценку сосудистых структур, выполняем ее посрезово и при реконструкции толстыми срезами оцениваем положение сосудистых клипс и культи сформированных сосудов. Для оценки сосудов необходимо создание детального, отдельного протокола, который поможет хирургу оценить свои действия и дальше спланировать ведение этого пациента. Кроме магистральных сосудов, кроме крупных сосудов, необходима оценка мелких сосудов лица и их ветвей. В качестве примера я продемонстрировала протокол, который достаточно часто мы применяем в описании таких исследований. Обратите внимание, что оцениваются и язычные артерии, и лицевые артерии, и верхночелюстные артерии, и поверхностные височные артерии, и нижние альвеолярные артерии, которые имеют весьма малый диаметр. И также их ветви по необходимости, если они доступны, конечно, визуализации. Третий и пятый этапы постоперационного контроля проводятся на 2, 3 и 6 месяцы контроля пациента после операции. И в качестве примера вам продемонстрирован регресс изменений, выявленных изменений у пациента после реконструктивной операции челюстно-лицевой области, июнь 2019, сентябрь 2019 и, по-моему, мае 2020 года. Отмечается уменьшение отёка мягких тканей челюстно-лицевой области, щёчной области слева и поднижно-челюстной области, а также уменьшение отёка в области мягкого нёба слева. Это один и тот же пациент. Очень такой краткий клинический пример. Один и тот же пациент. У пациента отсутствовал полностью костный остов нижней челюсти практически. Были сохранены только ветви нижней челюсти. И пациенту также была выполнена реконструктивная операция с формированием полностью тела нижней челюсти, с формированием мягких тканей и восстановлением лица этому пациенту. Это малоберцовый лоскут. Операция выполнена малоберцовым лоскутом. Опять же оцениваем и состояние мягких тканей, и сам костный аутотрансплантат, питающие сосуды. Что касается костной структуры. Опять же, динамический контроль также очень важен за эти периоды, потому что мы должны оценить степень консолидации. Бывает так, что у пациентов развивается и остеонекроз, и остеомелит в данном случае, и также проходит консолидация совершенно по классическому нужному нам этапу. В данном случае представлен тот же самый пациент, который подемонстрировался несколько слайдов назад. Июнь, сентябрь и май этого года отмечается, обратите внимание, как происходит консолидация аутотрансплантата фрагментов. Мы можем также отметить дополнительные и оценить дополнительные структуры в проекции зоны интереса, в проекции исследований. Мы оцениваем положение сосудистых клипс, как я вам уже говорила. А также мы можем видеть дополнительные изменения в виде обозоставления питающего сосуда или каких-либо питающих сосудов данной области. Обратите внимание, два клинических примера. Верхний пример представлен февраль 2020 года и ноябрь 2019 года. В ноябре мы не видели в данной области никаких изменений, зато в феврале уже мы видим дополнительную структуру по ходу питающего сосуда. В общем-то, да, это и есть обозастрение стены питающего сосуда. И также исследование представлено в ноябре 2019 года и 31 мая 2020 года. Мы видели уже и в ноябре обозастрение питающего сосуда, однако в мае зона изменений стала более выражена. Это пример пациента, исследование пациента, у которого была проведена реконструктивная операция после удаления образования нижней челюсти. И здесь мы видим, к сожалению, отрицательную динамику с наличием не восстановления структур челюстно-лицевой области после реконструктивной операции, а развития рецидива образования. Обратите внимание, что и в поднижно-челюстной области и в подбородочной области слева отмечается массивный конгломерат опухолевой ткани. Разница между исследованиями несколько месяцев, два месяца. Поиск рецидива образования является также первостепенной задачей, параллельно идущей со всеми остальными. О ней нельзя забывать, если мы имеем дело с пациентами с онкологическим статусом. В ряде случаев на фоне рубцовой деформации, на фоне отека, на фоне каких-либо постоперационных изменений очень трудно выявить развитие рецидива. Итак, в завершении своего доклада я хотела бы обратить еще раз особое внимание на алгоритм обследования пациента. При планировании операции необходима оценка брахиоцефальных артерий и сосудов нижних конечностей. Нами предложен одномоментный протокол сканирования. Сначала производим сканирование брахиоцефальных артерий, а затем сосуды нижних конечностей. При предложенном на слайде алгоритме и протоколе диагностическая значимость исследования достаточно высока. И нет необходимости разделять исследования на разные даты и, соответственно, тратить время. Протоколы и параметры протоколов как КТ, так и МРТ на до- и постоперационных этапах не должны меняться. Они должны быть совершенно идентичными. Для компьютерной томографии мы должны применять реконструкции. Мягкотканную, в которой мы будем оценивать не только мягкие ткани, но еще и ангиографию сосудов. И костную реконструкцию с минимальной толщиной среза и костным фильтром. Оцениваем челюстно-лицевую область. Для магниторезонансной томографии до операции, так же, как и после операции, будем использовать Т2-звешенное изображение, Т1-звешенное изображение, стиро-импульсное последовательное с подавлением сигнала от жировой ткани, диффузионное взвешенное изображение. И обязательно будем применять Т2-звешенное изображение в трехмерной реконструкции, который позволяет нам выделить тонкие срезы и оценить жидкостной компонент от эпителиоидного, что достаточно важно иногда бывает в диагностике различных процессов, в том числе и опухолей. После операции мы должны помнить, что могут быть выражены артефакты магнитной восприимчивости от металлических конструкций в ходе реконструкции челюстно-лицевой области. И это нужно учитывать при выполнении исследований. Соответственно, если необходимо, то изменить некие параметры без влияния на сам протокол и на последовательности, которые позволят снизить данные артефакты. И опять же, если обобщая алгоритм исследования, о котором мы говорили, на первом этапе, дооперационном этапе, необходимо комплексное выполнение исследований челюстно-лицевой области и с сосудистым режимом, и с оценкой мягких тканей, компьютерной томографии, МРТ, ультразвуковое исследование. Обязательно оценивать зону аутотрансплантата. После оперативного вмешательства через 2 недели проводим послеоперационный контроль, оцениваем аутотрансплантат, окружающие ткани, ранние какие-то послеоперационные осложнения, послеоперационный контроль через 3 месяца, через 6 месяцев оцениваем жизнеспособность аутотрансплантата и то, как ведут себя ткани аутотрансплантата, мягкие ткани, и оценка костной ткани обязательно с оценкой консолидации и деформации, если есть такие изменения. И оцениваем последний наш контроль, послеоперационный контроль через год после операции. Все остальные исследования, которые можно проводить в промежуточных этапах или последующие, уже только по назначению врача, или если были выявлены какие-либо изменения ранее или на представленных этапах. Я благодарю вас за внимание.